С Альвейта и Микки, добро пожаловать на канал Читающей Катарине. Сегодня я хочу рассказать про книжки, которые я купила во втором и третьем квартале 1024 года. Это книги, которые покупала с весны до примерно начала сентября, и они очень классные. Я уверена, что вы обязательно найдете что-то, что вам тоже приглянется, и что вы захотите приобрести себе на книжную полочку. Ну что же, отправляемся в книжную Одиссею. Поехали. Или поплыли, это же Одиссея. Первый тематический раздел — это античность. И начну я, пожалуй, с книги, которую мне прислала бабушка из Кишинева. Бабушка, кстати, передаю тебе большой привет. Это еще советское издание, вышедшее в 1972 году, посвященное эллинистической поэзии. Здесь собраны переводы на русский язык различных эллинистических поэтов. Феокрита, Мосха, Беона, Калимаха и так далее. Еще здесь переводы отдельных эпиграмм, эпитафий, то есть малых поэтических форм, которые существовали в поздней античности в форме таких больших сборников, где по разным темам собирались вот эти вот самые малые поэтические формы. Здесь тоже часть из них переведены. Разумеется, это не весь корпус эллинистической поэзии, только какие-то избранные части. Иногда бывает очень удобно посмотреть их по-русски вот так вот быстро. Поэтому эта книга пригодится мне, конечно же, в моей работе. Далее книга «Нонфикшн». Это греческая мифология, которая сформировала наше сознание Ричарда Бакстона. Вышла в издательстве «Миф». Когда я покупала эту книгу весной, я еще не думала о том, что осенью мне придется читать курс, который, по большому счету, ровно про это самое. Про то, как мифы, в частности древнегреческие и древнеримские, поглияли на всю нашу культуру, на нашу литературу, и как они до сих пор остаются актуальными. Книгу я еще не прочитала, потому что у меня есть легкие опасения, что она будет для меня слишком базовой, потому что я и так, скорее всего, знаю все, о чем пишет Ричард Бакстон, который апеллирует к широкой аудитории, которая никогда не думала о мифах древнегреческих как отчасти основе европейской культуры и литературы в целом. Поэтому, если вам интересно узнать больше о том, что такое миф и мифология, почему мы спустя 2500 лет все равно продолжаем возвращаться ко всем этим сюжетам, как они, опять же, формировали наше сознание, то рекомендую ознакомиться с этой книгой. Мне здесь будет интересно скорее то, как Бакстон работает с нашим античным материалом, как он его раскрывает, излагает для широкой аудитории. То есть для меня это такая исследовательская, скорее, вещь, чтобы лучше понять, как писать популярный нонфикшн в наших античных темах. И теперь поговорим про художку. Здесь будет одна книга, которая к античности не имеет отношения. Она относится к более раннему периоду человеческой истории. Это «Вербы Вавилона» Марии Воробьи от издательства Полы. Ладно, я лукавила. Здесь местодействие и время действия — это Вавилонское царство, шестой век до нашей эры. То есть это время, когда греки уже вполне себе делали всякие культурные штуки и жили довольно активно, оставляя различные письменные памятники, по которым мы их знаем. Поэтому нет, это примерно время тоже вот греческое. То есть я вам уже сказала, что это Вавилонское царство, и у нас историческая фэнтези в декорациях древнего мира. Что? Да, именно так. Жанровая принадлежность этой книжки немножко сложная. Я скорее бы сказала, что это фэнтези. Я буквально видела интервью с автором на сайте прочтения, где интервьюер говорит скорее про магический реализм. Я скорее буду говорить про это как про историческое фэнтези, пока меня не перебдят в обратном. Про выход этой книги я узнала еще из телеграм-канала Уны Харт, которая не только писательница, но еще и литагентка. И она работает в рамках бюро «Литагенты существуют». И Мария Воробей – это как раз текст и писатель, автор, с которым Уна работала, предлагая различные издательства. Уже на этапе анонса в канале Уны меня книга очень заинтересовала, потому что, объективно говоря, не часто авторы берут древний мир, не Грецию, не Рим, а вот именно древний Восток, как основу для своего псевдоисторического, фэнтезийного, какого угодно сеттинга. Здесь у нас главная героиня – это девушка по имени Шемхет, которая является дочерью вавилонского царя. И одновременно она одна из старших жриц богини Эрешкигаль, богини смерти. История начинается незадолго до того, как реализуется страшное пророчество, которое было сделано в первой главе отцу-царю, то бишь главной героине, что его ждет не очень счастливый конец. И мы знаем из истории Вавилона, что все было действительно так. И вот сейчас пока все спокойно в первых главах. И потом начнут происходить различные события, которые окажут непосредственно влияние на Шемхет и ее семью и на судьбу Вавилонского царства в целом. Как вы поняли, я уже начала читать, и по первым главам заметно, что Мария Ворябьи очень... Я надеюсь, я правильно ставлю ударение. Она очень хорошо знает историю Древнего Востока, и здесь есть очень много маленьких деталей, которые понятны человеку, который погружен в контекст. Возможно, это не будет заметно для широкого читателя, но автор действительно очень хорошо знает матчасть, по крайней мере, пока какое у меня впечатление. И мне будет очень интересно посмотреть, как история будет развиваться, и какие у меня впечатления будут по итогу. Мне кажется, что эта история заслуживает внимания, и сейчас она точно соответствует моему запросу, какая-то жанровая история, чтобы полностью выключиться из реальности, погрузиться в проблематику и в сеттинг, который очень сильно отличается от моей повседневности. Вербовая Вавилона идеально подходит. Как вы видите, далее я решила внимательно присмотреться к различным античным ритейлингам. Что-то давно я ничего не читала из этой области, и я узнала про автора Натали Хейнс, которую оцениваю достаточно высоко. Из авторов, которые пишут в соответствующем жанре. Я с рук купила на Авито тысячу кораблей Натали Хейнс, которая выходила в Аркадии. Сейчас скажу, в каком году. 2021. Здесь у нас ритейлинг истории Троянской войны с точки зрения женщин. Причем, я так понимаю, что все-таки множество женщин, не одной какой-то, а вот это такое будет многоголосие. Если вы уже читали что-то у Натали Хейнс, напишите в комментариях, пожалуйста, что именно, и понравилось вам или не понравилось. Потому что мне очень хочется найти хорошего автора, который вдумчиво, интересно делает ритейлинги, потому что одной Мадлен Миллер сыт не будешь. Она пока не написала новых романов. Но иногда прям хочется покрутиться в какую-то античную историю. И в ритейлингах всегда важно, что автор смотрит с наших современных позиций. Поэтому это все равно художественная литература, которая не сводима к античным первоисточникам. То есть это совсем другое произведение, в котором зачастую другие смыслы. Но это что-то очень знакомое, поэтому к этому приятно возвращаться. Жду ваших советов и впечатлений от Натали Хейнс. И двигаюсь дальше. Следующая книга из ритейлингов, это Пенелопиада Маргарет Эд. Маргарет Эд вот не нуждается в представлении. Это известнейшая канадская писательница, автор рассказа о служанке. Как так вышло, что я до сих пор ничего у нее не прочитала, но у нее репутация очень достойного и сильно пишущего автора. Поэтому я взяла Пенелопиаду. Пенелопиада это тоже ритейлинг. Но здесь автор средотачивается на одной женщине, на Пенелопе, жене Одиссея. Пенелопа в античности была образом такой идеальной жены, потому что она на протяжении 20 лет ждала возвращения Одиссея и различными уловками держала подальше от самой себя женихов, которые осаждали ее дом. Вся эта история про то, как она ткала полотно, потом ночью его распускала, женихам говорила, что вот я пока не сотку, то значит никакой свадьбы. Вся эта история прекрасно известна. В Пенелопиаде Эд вот средотачивается на одном эпизоде. Мы знаем, что Одиссей и Телема повесил 12 служанок Пенелопы. И Эд вот как бы новелизирует эту историю, пытается понять, а все-таки что было на уме у Пенелопы, что она чувствовала, пока мужа не было дома, и за что на самом деле были повешены служанки. То есть здесь Эд вот пытается как-то вскрыть подноготную, которая в Одиссея осталась, по сути, скрыта. Очевидно, что это все равно авторские додумки, но я надеюсь, что от такого автора, как Эд вот, это будет интересно. Пенелопа была идеальной женой, а вот Клетим Нестра идеальной женой не была совершенно, потому что Клетим Нестра убила своего мужа Агамемнона, когда он вернулся домой после Троянской войны. Эту книгу Клетим Нестру Костанцы Казати мне посоветовала моя Кахай, значит, аспиранка, которая учится на историческом факультете. Таня, Таня, передаю привет, если вдруг ты это смотришь. И мне показалось, что если вот так вот советуют, то надо попробовать. Моя бабушка уже прочитала эту книгу, ей очень понравилось, она буквально сидела, зачитывалась ей до ночи. Вот, поэтому я надеюсь, что это будет интересно. Я не могу сказать, что испытываю какую-то симпатию к Клетим Нестре, как вот такому мифологическому или трагическому персонажу. Понятное дело, что она не от хорошей жизни убила своего мужа, и ее муж был вовсе не ангелом, но мне в этой истории никто не симпатичен. Единственное, я испытываю глубочайшую жалость Кассандры, которая была убита вместе с Агамемноном после возвращения, потому что она вот совершенно точно невинно убиенная. Посмотрим, удастся ли Казати как-то пробудить во мне симпатию к этой героине, или, может быть, раскрыть как-то более интересные ее психологические стороны. Опять же, возвращение к знакомым историям в каком-то новом прочтении. У меня это находит отклик, поэтому с удовольствием буду читать. Вы видите, как красиво здесь сделаны вот эти вот листочки виноградные, или не виноградные, похожи на виноградные. Вот, и это суперобложка. Под суперобложкой вот такая вот красота. Так, я забыла сказать, что «Маргарет» — это вот это издательство «Лайфбук», а «Клите мне» — «Страйдер Инспирия». У нас получилось сначала Древний Восток, потом Троянская война, возвращение после Троянской войны, и закончим в Древнем Риме. Последняя книга, которую мне хочется показать, это «Дом волчиц» Эллади Харпер, которая вышла в мифе уже очень давно. Я слушала курс в Страдариуме Галины Язуфович про, в общем, про античность, про то, как античные мифы отражаются в современной культуре и литературе, ну и, собственно, про какие-то сами античные мифы. Был два года назад, и тогда у нас была очень большая группа в Телеграме, где были все слушатели, и много обсуждали тоже различные рекомендации. В частности, я вот две рекомендации тогда утащила. Это «Лор Олимпус», «Предание Олимпа» Рейчел Смай, с большим удовольствием продолжаю читать этот вептун, и, собственно, «Дом волчиц». «Дом волчиц» нас отсылает к явлению люпанариев. Люпанария — это дом проституток, по большому счету, в Риме. Люпа — это волчица, собственно, по-латински, и волчица — это проститутки. Ну, в данном случае это скорее рабыни, которые принадлежат сутенеру, которые продают их услуги своим клиентам. Здесь у нас место действия — это Помпеи. Почему Помпеи? Потому что в Помпеях, благодаря извержению Везувия, сохранилось огромное количество расписных стен, и есть помещения, в которых на стенах фрески изображают различные стадии полового акта. То есть это буквально Камасутра, изображенная на стенах, видимо, тех заведений, где эти самые услуги оказывались. Это дает какую-то такую фактуру, очень легко представить, как все могло происходить, когда ты можешь посмотреть, собственно, на эти самые комнаты, на эти самые стены, потому что в Помпеях это все прекрасно сохранилось. И я хорошо понимаю Эллади Харпер, почему она выбрала именно это место и именно этот сюжет. Здесь у нас главная героиня Амара является как раз такой вот люпой, но нам обещают, что несмотря на трагедию ее жизни, она сохраняет стойкость духа и не теряет надежду на то, что судьба может перемениться к лучшему. Я кроме этого зачина ничего про роман не знаю, просто знаю, что его многие любят и рекомендуют, поэтому попробую составить свое собственное мнение. Следующий раздел — это теория литературы. И здесь спонсором выступает издательство «Миф». Кстати, «Миф» почему до сих пор не сотрудничаю? Почему вы мне не присылаете эти книжки? Я, наверное, единственная, кто будет вообще про них рассказывать. Так вот, первая книга, которую я хочу показать, это «О пользе волшебства. Смысл и значение волшебных сказок» Бруно Беттельхейма. Его иногда называют «Беттельгейм» через «Г». То есть это просто разные транскрипции. И это психиатр, который работает в рамках фридистской теории. И здесь он как раз с этой точки зрения подходит к анализу и исследованию детских сказок. Сказки исследовались и до сих пор исследуются с очень разных позиций. То есть в гументарном знании существует множество подходов к изучению сказки. Здесь мы имеем дело именно с психоаналитическим. Это классическая работа, которая вышла в 1976 году. И Беттельхейм здесь исследует то, какое значение сказки могут иметь для формирования психики ребенка. При чтении сказок ребенок сталкивается с довольно страшными ситуациями, с потерями, со смертью. И через проживание, безопасное проживание этих эмоций во время чтения, психика ребенка постепенно приспосабливается к тому, чтобы более успешно в реальной жизни справляться со сложными ситуациями, с которыми придется ребенку столкнуться. И вообще оказывает всяческое позитивное, положительное влияние на формирование психики ребенка. Читается очень легко. Мне было прям суперинтересно. Поэтому если вас интересуют сказки, то с готовностью могу эту книгу порекомендовать. Скорее всего, вы уже заметили, что у меня есть вот эта вот струя интереса к сказкам, к мифу, к теории жанра в каком-то смысле. Поэтому я не прохожу мимо книг, которые появляются, будь то новые книги или переиздания, появляются в моем инфополе и постепенно собираю библиотеку по этим темам. Последнее, что я купила, это миф-слови по этика сказки. Это вот такой вот сборничек. Здесь содержится монография, такое большое исследование, написанное Софьей Агранович и Евгением Стефанским, который как-то так и называется миф-слови. Миф-слови, продолжение жизни, очерки по мифолингвистике. Мифолингвистика — это область знания, которую, по сути, придумала Агранович. Это саратовский профессор-фольклорист. Мифолингвистика занимается тем, как язык выражает и передает различные культурные концепты. Соответственно, она изучала это на основе русских сказок. У меня на самом деле ноль знаний про советскую фольклористику и вообще про фольклористику, поэтому я не могу оценить вот Агранович и ее вклад в науку. Он каков? Вот, поэтому я буду читать и стараться для самой себя с этим всем разобраться. Я сказала, что это сборник, и здесь, помимо монографии, про которую я уже сказала, есть цикл лекций Агранович по истории, теории и фольклора. Вот тут вот. Примерно на 40 страниц. Видимо, это лекция, которую она читала в Саратовском университете. И статья «Память» об Аграновиче, потому что она уже не с нами. Миф, как вы видите, делает вообще невероятно красиво эти самые издания, но я не уверена, что конкретно эта книжка будет интересна широкому читателю, но, возможно, вы один из тех нердов, кому это будет нужно и интересно. Бетельхейм, он скорее может быть интересен широкой аудитории. Насчет этой книги я пока не очень уверена. Следующий раздел у нас очень большой. Я его заглавила как «Знание и просвещение», но на самом деле тут будут даже под темы. Начнем, пожалуй, с антропологии. Первое, что я покажу, это Марвин Харрис «Каневал и короли. Истоки культур». Книга, которая вышла в издательстве книжного магазина «Циолковский». Два года назад я с огромным удовольствием прочла «Змея и радугу» Уэйда Дэвиса. Это тоже книга, которая выходила у Циолковского, и я прочитала ее с таким удовольствием, что подспудно и ищу какую-то книгу, которая была бы похожа и подарила бы мне какие-то аналогичные впечатления. Я не уверена, что Марвин Харрис сможет здесь удовлетворить вот этот мой запрос, но я, в принципе, планирую попробовать. Изначально меня заинтересовало здесь что-то про ацтеков, про жертвоприношения, то есть это какая-то антропология коренных народов Латинской Америки. По факту, эта работа скорее будет более широкой, более теоретической. Она вышла в 1977 году. Несмотря на то, что Харрис на самом деле материалист и детерминист, что, в принципе, сближает его с советским подходом к истории и к антропологии вообще ко всему на свете. Спасибо марксизму, ленинизму. Тем не менее, Харриса в советское время не переводили, вот только сейчас появился первый перевод его книги на русский. Насколько я понимаю, он исследует то, как различные человеческие культурные практики, будь то человеческие жертвоприношения у ацтеков или ведьмовские процессы в Европе, как эти самые культурные практики постепенно развивались и менялись в зависимости от изменений окружающей среды. Из-за того, что наш автор, материалист и детерминист, он опирается на исследование различных экономических аспектов, на демографию, на условия окружающей среды, которые, по его мнению, определяют, то есть это базис, который определяет всю надстройку, то есть культуру. Соответственно, с его точки зрения, в рамках его концепции, в зависимости от того, какие материальные ресурсы из окружающей среды доступны человеческому сообществу, это определяет то, какие складываются культурные практики. Мне интереснее всего почитать про доколумбовую Америку. Я не уверена, по крайней мере, из содержания, невозможно понять, насколько это будет здесь сделано подробно. Как будто бы только одна глава посвящена именно региону. Вот буквально глава называется «Газударство Мезоамерики доколумбового периода». Но посмотрим. Может быть, с этой книжкой у меня тоже все сложится и будет интересно прочитать в авторской интерпретации то, как развиваются человеческие культуры. Но если мы по каким-то причинам с автором не совпадем или мне будет неинтересно, то я, наверное, посмотрим, как сложится. Это такая книга пограничная. Следующая книга вышла в издательстве «Одмаргеном» и для меня это автопокупаемый автор. Речь идет про пиратское просвещение Дэвида Гребера. Дэвида Гребера мы знаем по таким книгам, как «Долг», «Бредовая работа», «Утопия правил». И книжка стала последней, которую он писал до своей смерти. Эта книга довольно сложно устроена. Я не уверена, что у меня сейчас получится вам четко объяснить, о чем она, потому что я сама это не до конца понимая. С одной стороны, здесь речь пойдет про карибских пиратов, которые осели на Мадагаскаре и у которых сложилось какое-то свое собственное сообщество, какое-то собственное самосознание. То есть, это вот именно такой антропологический подход. Во-вторых, в связи с Мадагаскаром и пиратами Гребер обращается к образу Либерталии. Это такое независимое государство, которое, собственно, вроде как пираты создали на Мадагаскаре. Но гораздо важнее, собственно, государство, которое то ли существовало, то ли не существовало. Раз важнее этого образ Либерталии, образ такого государства, немножко анархистский образ, который был важен для европейской культуры, европейских интеллектуалов. И, наконец, что-то третье. Здесь как будто бы должно быть что-то про власть и про знание, как эти вещи связаны и отчасти проявляются вот в этих государствах пиратов. И в связи с властью и знанием Гребер выходит на разговор о том, что, возможно, нам следует отказаться от западноцентричного представления о просвещении и посмотреть на то, как те или иные просветительские идеи возникали в неевропейских, не западных обществах и сообществах. И вот, видимо, вот это вот многообразие сюжетов, оно должно как-то сложиться воедино, но выяснить это можно только, когда мы или я, или только вы книгу прочитаем. Я сейчас смотрю глазами человека, который вот только-только решает, нужно мне это читать или нет, и знания мои вот таковы, таковы они есть. Я бы сказала, что это что-то очень на антропологическом, даже не этнографическом, а вот именно антропологическом. Но, опять же, Гребер — это автопокупаемый автор, и книга не то чтобы очень большая. По введению у меня сложилось впечатление, что она для широкого читателя, то есть здесь нет чего-то такого очень-очень заумного, и она действительно очень небольшая по объему. Здесь, кстати, удивительно крупный шрифт. Вот, поэтому, возможно, вас тоже это заинтересует. Дальше я расскажу про две книги «Фортис Пресс». Возможно, вы когда-нибудь слышали имя Валериана Швили, но, скорее всего, это имя слышали только те, кто как-то пытается следить за тем, что происходит в российском книгоиздании. Валерий Анашвили — это человек, который, я надеюсь, продолжает делать журнал «Логос», и это человек, который очень много лет проработал в издательствах при Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службе при Президенте, а именно в Издательском Доме Дела и в издательстве Института Кайдара. И это человек, который сделал очень сильные портфели. Он собрал отличные к нон-фикшн книги по социологии, экономике, гуманитарному знанию, но по определенным причинам он ушел с обоих позиций. И это стало известно после того, как в Телеграм-канале «Делаем книги» появилась вот вакансия ведущих редакторов, ведущего редактора в эти самые издательства. И тогда сразу стало понятно, что Анашвили ушел с этой должности. И я была очень рада узнать, что он основал новое издательство. Оно базируется в Ереване, то есть с точки зрения покупки прав, наверное, это будет проще, чем если бы он сделал новое издательство в России. И книжки вполне продаются, можно их покупать. И я уже вижу, что опять это будет великолепный портфель с очень крутым нон-фикшном. Первое, что я купила у Fortis Press, это «Империя коммуникации» Гаральда Иннеса. Это классическая работа 1950 года, рассказывающая о том, собственно, как связаны империи и различные коммуникации, устные и письменные. Коммуникация в смысле передачи знания всегда оказывает воздействие на индивидуума и на общество, в котором индивидуум живет. Меня здесь интересует именно исторический аспект. Иннес пишет очень много про древнее общество, то есть про древние империи. И, соответственно, очень важен момент появления письменности и потом появления книгопечатания. То есть он заканчивает бумагой и печатным станком, а до этого пишет про пергамент и бумагу, про письменную традицию и римскую империю, потом про устную традицию и греческую цивилизацию, до этого про Вавилон, Египет и введение. Помимо вот этой вот работы про империю и коммуникации, здесь у нас есть несколько текстов, которые Иннес написал либо во время, либо после своей поездки в Советский Союз в 1945 году. То есть война закончилась, и в июне Иннес приехал в Советский Союз. Эти тексты как раз здесь тоже собраны. Предисловие к империям и коммуникациям написал Маршал Маклюэн, тоже очень знаковая фигура в области исследования коммуникации и медиа. И он то ли был учеником Иннеса, то ли что-то в таком духе. Ну вот это прям такой тоже метр, который предваряет исследования, напечатанные в этом сборнике. Мне очень нравится, что в оформлении вот здесь наверху это ебский иероглиф, если я не ошибаюсь. Так, камера, фокусируйся, пожалуйста. Вот, а внизу здесь гравюра с книгопечатниками. Это очень мило. Про вторую книгу от Fortress Press я уже упоминала, потому что это вот прям попадание на 100 из 10 в мой интерес и в те темы, которые меня интересуют. Это Роберт Пирси «Чтение как философская практика». Мне очень нравится, как сделано название. Здесь еще тиснение, то есть оно немножко удавлено внутрь обложки и оно, не знаю, вы, наверное, не видите, оно немножко блестит. Это очень красиво. Здесь Роберт Пирси пытается с философской позицией рассмотреть практику чтения. Не чтение как, скажем так, процесс, в результате которого мы получаем какое-то знание, а чтение как процесс, существующий ради самого себя. Когда мы читаем, мы входим в особое состояние, которое оказывается важным по многим другим причинам, которые не связаны с тем, что мы читаем и получаем знания. Мне это очень сильно откликается. Я уже понимаю, что здесь Пирси будет, в частности, опираться на теорию потока Михаила Чиксент-Михаи. По-моему, я правильно произнесла его имя. И это определенно то, что я сама за собой замечала, что когда я читаю, я как будто бы впадаю в определенного рода транс или медитирую. И это очень важное состояние, в котором я могу восполнять ресурс, могу отдыхать продуктивно. В отличие от случаев, когда я потребляю другой тип контента, тем более быстрый контент. В общем, я надеюсь, что Пирси подведет какую-то научную философскую базу под мое собственное ощущение, как я сама воспринимаю практику, свое собственное чтение. мне кажется, что будет безумно интересно про все это узнать более подробно и потом обсудить, я надеюсь, с вами. Не будем далеко уходить от вопросов чтения, только от философского подхода подойдем к нейробиологическому. Это издание от Бомборы. Прямо сейчас ваш мозг совершает подвиг Станисса Диана. Я не уверена, что это оптимальное название для книги, но она называется так, как называется. Подзаголовок, как человек научился читать и превращать слова на бумаге, в миры и смыслы. Собственно, Диан это нейробиолог и уже выходило несколько его книжек про сознание и мозг и как мы учимся. А вот эта книга конкретно посвящена тому, как мозг преобразует визуальную информацию. Вот мы видим, что есть текст на странице, как мозг это все обрабатывает. Почему можно научиться читать быстрее? Как вообще мозг приспособился к тому, чтобы мы могли читать, читать так быстро, как мы делаем в современном мире? У нейробиологии чтения я уже читала «Прустый кальмар» и «Марианна Вулф». Кстати, у «Калибри» вышло переиздание, поэтому обязательно обратите внимание. Я с большим удовольствием читала. «Марианна Вулф» вообще занимается исследованием дислексии, то есть нарушений чтения. И она подходит к нейробиологии именно с этой точки зрения. То есть через нарушения, через ошибки какие-то в работе мозга она пытается восстановить картину, как оно должно было бы работать. Диан, несмотря на то, что он ссылается на Вулф местами, по крайней мере, пару ссылок я нашла, делает такой мета-обзор вообще существующих подходов, что вот про работу мозга, мы можем думать вот так, так и вот так. И на протяжении исследований вот эти две теории, например, становятся менее актуальными, потому что не находят подтверждения. А вот третья теория оказывается наиболее близка к тому, что действительно происходит. Из-за того, что мы не можем увидеть, как передаются сигналы по нашей нервной системе, между нейронами и так далее, мы вынуждены придумать различные модели описания всех процессов, которые происходят. И это тоже оказывается довольно интересно. И вот вроде как мы говорим вот про работу мозга, а на самом деле приходится оперировать какими-то такими яркими художественными образами. Поэтому книгу читать как будто бы вдвойне интереснее. С одной стороны, мы лучше понимаем, как происходит процесс чтения. С другой стороны, мы это еще как-то интересно визуализируем. Я начинала читать эту книгу в электронной версии, но я сразу скажу, что там битые файлы. Почему они битые? Потому что здесь Диан очень много приводят транскрипцией то, как произносится то или иное слово или какие-то специфические знаки, например, китайские иероглифы. И вот в электронном файле, который я видела и в BookMate, и в MyBook, это все слетело. То есть автор рассуждает про то, как мозг, читая, произносит фонетически слово, а у нас этой фонетики вообще не видно в тексте, потому что все транскрипционные знаки просто слетели. И получается, что автор приводит пример, который в электронной версии невозможно воспринять, потому что он битый. Поэтому я дочитывать книгу уже точно буду в бумажной версии и предлагаю вам тоже внимательно к этому отнестись. Если вы хотите прям досконально все изучить, как я, то лучше будет выбрать бумажный экземпляр. Здесь очень дикий Форзет. Точнее, это Нагзетс, но Форзетс он тоже вот такой. Классно. Мне очень нравится узнавать про нейробиологию чтения, потому что, оказывается, наш мозг вообще не очень приспособлен для этого всего. Но как только появилась письменность, он начал очень интенсивно переучиваться, то есть ускорять самого себя для того, чтобы научиться быстро распознавать множество визуальных знаков. Когда мы читаем, ну как бы тут просто сколько знаков. Каждая буква — это уникальная единица визуальная, которую мозг вообще, на самом деле, считывает дискретно. Другой вопрос, что по мере обучения мы начинаем читать гораздо быстрее, и мозг начинает обрабатывать все эти визуальные образы гораздо быстрее. Нам не обязательно читать каждую букву как отдельную визуальную единицу, потому что наш мозг начинает читать большими объемами. И проводилось безумное количество экспериментов, в которых исследовались мельчайшие детали, например, движения глаз, когда мы читаем, и мы столько уже знаем про это все. Но, опять же, про многое мы все еще не знаем, потому что, когда ученые находят те или иные ответы, очень часто к этим ответам прилагаются новые вопросы, на которые тоже требуется найти ответ. В общем, прям я с большим удовольствием погружаюсь, очень интересно, и я теперь лучше знаю, как работает мой мозг, когда я читаю книжки, про которые папа потом вам рассказываю. И теперь осталось рассказать про три книги, которые вышли в издательстве «Новое литературное обозрение» в серии «Интеллектуальная история». Первая из этих книг это Карла Гинсбург «Соотношение сил. История, риторика, доказательства». Вообще, я с большим удовольствием читаю Гинсбурга, он такой классный интеллектуал, классный писатель, поэтому эту книжку тоже я взяла, не думая практически. Наверное, многие из моих зрителей знают, что постмодернистский поворот служил дурную службу исторической науки, потому что постмодернисты объявили, что в истории нет ничего объективного, и вообще история это форма литературы. Гинсбург спорит с этим скептицизмом, он здесь показывает, что это не совсем верный подход, и что нельзя говорить, что история это чисто риторика, потому что историческому знанию, исторической науке не чужды доказательства, и доказательства риторика не противопоставлены друг другу, они сочетаются определенным образом, и мне понравилось, что здесь не только как бы теоретический подход ко всем этим вопросам, то есть это не просто суждения теоретические. Гинсбург как-то по-новому осмысляет несколько сюжетов из истории и литературы, кстати, показывая, как риторика, доказательства, история взаимосвязаны. Начинает он, конечно же, с Аристотеля, а я про Аристотеля очень много думаю в рамках своих тем, которыми занимаюсь, поэтому будет особенно интересно прочитать. Следующая книга это «Практическое прошлое» Хейдена Уайта. Хейден Уайт говорит, что, кстати, у меня есть другая его книга, мета-история, которая выходила в Екатеринбургском издательстве «Кабинетный ученый». Эта книжка вышла в НЛО. Так вот, Хейден Уайт говорит, что к прошлому можно подходить с двух различных позиций. Первая позиция это реконструирование такого умозрительного теоретического прошлого, которое происходит в работах ученых. То есть, как бы вот мы просто описываем, что там было, пытаясь как-то что-то реконструировать и интерпретировать, но это не имеет непосредственного отношения к нашей настоящей жизни. Второй подход это как раз практический подход, когда через познание прошлого, через знание о прошлом мы находим, мы в смысле люди, которые живут в данный конкретный момент времени, мы находим какие-то ответы про наше настоящее и про наше будущее. И здесь очень интересно, Хейден Уайт пытается найти, какие еще жанры на пересечении истории и литературы могут дать вот такой вот практический доступ к прошлому. Мне кажется, что это безумно интересно. Да, мне очень понравилось здесь. Может ли история, как это было во времена античности и средневековья, вновь выполнять функцию магистра Витой, то есть быть учительницей жизни? Мне кажется, что это будет очень интересно. И последняя книга, самая философская вообще из тех книг про гуманитарное историческое знание, которые я уже показала, это производство присутствия Ханса Ульриха Гумбрехта. Гумбрехт — это очень известный философ, теоретик литературы, историк культуры. Здесь он призывает ученых, которые занимаются гуманитарными областями знания, призывает отказаться, ну или... Нет, наверное, не призывает отказаться, это сугубо, по-моему, философская, теоретическая работа. Поэтому призывов здесь нет. Он как бы устанавливает, что основной метод гуманитарного знания, а именно толкование, интерпретация текстов или объектов, с которыми мы имеем дело, что это несколько несостоятельно, и нужно сосредоточиться на том, чтобы выдвинуть вперёд на первый план присутствие. Присутствие — это тоже какой-то отдельный термин, который придумывает Гумбрехт. Я сейчас не смогу вам объяснить, что он значит, мне придётся самой с этим разбираться. Вот, то есть это как бы мета-исследование того, как работает гуманитарное знание и что в нём можно делать немножко иначе. Вот это 100% книга, которая не для широкой аудитории. Практическое прошлое, по-моему, тоже не особо, но вот в соотношении сил мне кажется, что Гинсбурга можно читать вообще широкому кругу читателей, подкованных, но вот широкому кругу такого интеллектуального читателя. Вот эти книжки гораздо более цифические и производство присутствия, мне кажется, самое такое узкоспециальное. Следующий раздел получается таким более эклектичным — это прошлое различной удалённости. Не уходя далеко от интеллектуальной серии, точнее серии интеллектуальной истории нового литературного обозрения, я покажу книгу «Любовь и смерть в Италии эпохи возрождения» Томаса Коэна. Это микроисторическое исследование, посвящённое шести эпизодам из жизни Италии 16 века. Американский историк Томас Коэн опирается на документальные свидетельства и раскрывает перечитателям вот эти вот события жизни рядовых итальянцев. Я не случайно обращаю внимание на то, что это серия микроистория, и подход здесь, соответственно, тоже микроисторический. В рамках микроистории историки средотачиваются на жизни, если не отдельного человека, то отдельного сообщества или даже отдельной семьи. И через вот этот частный субъективный опыт они пытаются лучше понять прошлое, как бы увеличивают зум, потому что на более высоких уровнях, будь то политическая или экономическая история, очень многие вещи не видны. И только в микроисторическом приближении мы можем лучше понять то, как жили люди прошлого. Я предвкушаю, что это будет великолепнейшее чтение, потому что обычно микроисторические исследования читать невероятно интересно именно за счёт вот этой вот индивидуальности и какой-то жизненности, что ли, которая всегда присутствует в их исследованиях. Тут ещё Италия, эпохи Возрождения, это тоже особый совершенно период, от которого дошло довольно много различных свидетельств. Я, кстати, в прошлом году рассказывала про несколько книжек, которые описывают Италию по херенессанса, но там обычно про 15 век, здесь про середину 16, то есть чуть попозже. Прямо предвкушаю, что это будет влекательнейшее чтение и тоже всем рекомендую обратить внимание на эту книжку. Вообще микроисториков часто интереснее читать, чем художественную литературу, потому что жизнь такие сюжеты подкидывает, которые не снились большинству писателей. Я уверена, что всякий человек хотя бы раз в жизни видел картину «Странник над морем тумана», которая стала таким символом романтизма. В этой картине отражается связь между внутренним человеком и внешним состоянием природы. Эта картина лично для меня как-то она символизирует устремление человеческого духа, направленное куда-то на поиск, вот в неизведанное. И эту картину написал Каспар Давид Фридрих, художник немецкий, тоже такая важная фигура романтизма, и именно ему посвящена новая книга Флориана Иллиса. Флориана Иллиса мы с вами прекрасно знаем по диалогии про 1913 год, а также по книге «Любовь в эпоху ненависти» про собственную любовь накануне Второй мировой войны. Мы с вами знаем, что Иллис не пишет классические биографии, это гораздо более сложный с точки зрения жанра штуки, и здесь тоже это не совсем биография художника, это скорее биография художника плюс его рецепция, причем на протяжении, ну вот собственно с момента его жизни, как его оценивал тот же Геота, например, и до 20 века, когда Фридрих оказался важным художником для нацистов. Нам даже обещают, что через художника и его творчество нам покажут чуть ли не 250 лет немецкой истории. Я в душе германофил, поэтому это нужно, обязательно. Я хочу обратить ваше внимание, что здесь цветная печать, несмотря на то, что это не ловная бумага. Вы видите, что это зелененький, да? И внутри есть репродукции цветные некоторых картин Фридриха, и это очень приятно, потому что, к сожалению, часто вот такие вот издания, чтобы они не были супердорогими, делают все-таки черно-белыми полностью. То, что здесь появились цветные репродукции, это на самом деле просто замечательно. Я думаю, что это углубит наше впечатление при чтении. Собственно, та самая легендарная картина, она же вынесена у нас вот на корешок. Да, и книга только-только вышла. Адмаргеном специально приурочили ее выход к 5 сентября, а это день рождения Каспара Давида Фридриха. Вот, поэтому это прям новиночка-новиночка, тоже обращаю ваше внимание. Также в эту категорию у меня попал Пнин Владимира Набокова. Это его четвертый роман, написанный на английском языке, и он рассказывает про Тимофея Пнина, русского иммигранта в Америке, профессора словистики, который преподает в Вейндельском университете, если я правильно все воспроизвожу. Пнин — это старейший интеллигент, такой русский иммигрант, который вращается в интеллигентских иммигрантских кругах в Америке. Человек, который как будто бы всем со своим существом несколько противопоставлен всему американскому контексту, будь то академический контекст, будь то какой-то более широкий американский контекст. И Набоков рассказывает про этого своего персонажа, и делает это он через ненадежного рассказчика. Он как бы морально ненадежен, потому что мы не очень понимаем, как он вообще относится к Пнину. Ближе к концу романа мы понимаем, что этот рассказчик с ним непосредственно знаком. И у него взгляд на нашего героя очень специфический, скажем так. И довольно сложно определить, каким был Пнин на самом деле, и в какой мере рассказчик, чьими глазами мы видим нашего дорогого Тимофея, насколько он что-то преувеличивает, или преуменьшает, или, может быть, привносит какого-то своего личного отношения. В общем, книга устроена очень интересно. Я пока не до конца определилась со своим собственным отношением к Тимофею Пнину, но я читала с огромным удовольствием. Каждая глава имеет свою какую-то особую структуру, и написано абсолютно великолепно. Это Набоков, пусть и по-английски. Вот, на русский здесь перевод Геннадия Бараб-Тарло. Я боюсь, что я неправильно поставила ударение. И у меня есть вопросики к вводной статье переводчика, потому что ты еще даже не начал читать роман, а тебе переводчик уже на несколько страниц пожаловался, как у него не получилось перевести роман. Оставим эти самые уничижения на совести переводчика. Мне показалось, что язык романа просто великолепный, и я получил большое удовольствие просто от самого процесса чтения и от наблюдения за тем, как текст устроен. Я постараюсь сформулировать свои впечатления, уже рассказать про роман в прочитанном, но меня в первую очередь привлекло то, что здесь, опять же, стареющий университетский профессор. Это моя слабость. Я все жду, когда начнут появляться книги про стареющих профессорок в университетах или стареющих интеллектуалках. Вот это тот контент, который мне хотелось бы употреблять еще больше, но пока про женщин пишут не так много, как про мужчин, буду читать в том числе и про мужчин. Я надеюсь, не нужно пояснять по набоку, что это белые мигранты, которые уехали после революции в Россию, соответственно, это весь вот этот вот контекст 20 века, до войны, и, соответственно, тоже после. Следующий тематический раздел это трудное прошлое. Куда ж без него? Начну с художественной литературы. И первая книга это почтовая открытка Энн Берест французской писательницы. И про эту книгу я впервые узнала от своей подписчицы, которая в начале года, когда я делала Q&A, задала мне вопрос, собственно, с тем читала я эту книгу или нет. Потому что ей кажется, что мне понравится. Я тогда сказала, что нет, я не читала, но было бы интересно. И вот бац, Полиандро и Норейдж эту книгу издала. Почтовая открытка это автобиографический роман. Энн Берест еврейка по происхождению и ее прабабушка и прадедушка, а также несколько родственников погибли в Освенциме. Здесь главная героиня получает открытку, где как раз сообщаются имена ее погибших родственников. Вот даже издательство сделало как бы такую открытку, репродукцию, которая лежит в... видно, да? Которая лежит в книжке, в здании. И главная героиня, отталкиваясь от этой открытки, начнет путешествие к истории собственной семьи, будет узнавать, что произошло вот с этими родственниками. И это, собственно, отражает то, какой путь Анн Берест вместе с своей матерью прошли для того, чтобы разобраться в хитросплетениях истории. Как и во многих книгах такого жанра, когда человек пытается узнать что-то про историю семьи, я ожидаю, что здесь будет вот этот параллель. Через обращение к своим корням, через изучение прошлого своей семьи, герой находит что-то важное, узнает что-то важное про самого себя и находит какой-то путь, по которому ему следует двигаться дальше. То есть это про обретение опоры, про нахождение корней, из которых ты вышел, для того, чтобы вот так вот твердо на них стоять и более уверенно, что ли, смотреть вперед в будущее. То есть это частый мотив, который в литературе вот такого рода, такого жанра появляется, поэтому я здесь жду тоже чего-то подобного. Если вы уже успели прочитать почтовую открытку, то обязательно про это мне расскажите, мне хочется узнать, какие у вас впечатления. Следующие две книги от издательства Синдбад и, опять же, все тоже трудное прошлое. Первая книга, это пятая печать венгерского писателя Ференса Шанта. После книги Шандра Мара и «Свечи сгорают дотла» мне как-то стало интереснее повнимательнее посмотреть на венгерскую литературу и в рамках этого интереса я взяла пятую печать. Значит, пятая печать была написана в 1963 году. Она повествует про 1944 год, который в истории Венгрии был неприятным, легко говоря, годом, потому что в этом году к власти пришла ультраправая, прогермански настроенная партия. Она называлась «Партия скрещенных стрел», не лошисты их называют, которые интенсифицировали преследование евреев, и преследовали не только евреев, еще и цыган, и всех несогласных, кто противостоял их режиму. И вот, значит, 1944 год. У нас есть несколько героев, по-моему, четверо. Да, четыре старых приятеля сидят в трактире, и они сначала обсуждают некую притчу, которую рассказал один из героев, и рассуждают, как бы они поступили в той или иной ситуации, которая была описана в притче. И автор поступает с героями довольно жестоко, потому что после того, как они вышли из трактира, им придется доказать на практике, что они будут верны тому гипотетическому поведению, которое они предполагали про самих себя, когда обсуждали гипотетическую ситуацию притча. Пятая печать — это про то, как человек, сталкиваясь с экстремальными условиями, угрозой жизни, как он будет себя вести. Соответственно, я так понимаю, у нас будет четыре персонажа, четыре разных типа поведения, плюс у каждого персонажа еще какой-то свой бэкграунд, а в Венгрии 44-го года, очевидно, бэкграунд у персонажа может быть очень-очень разный. Объем книги довольно небольшой, то есть мы имеем дело скорее с повестью, чем с романом, и мне кажется, что очень красиво сделана обложка. Тоже это создает какую-то атмосферу тому, о чем мы здесь будем читать. Второй роман от Симбада — это «В тайниках памяти» Мохаммеда Мугара Сара. Это роман от лауреата Гонкуровской премии 2021 года от француза сенегальского происхождения. Здесь по сюжету у нас главный герой — это сенегальский писатель, который живет в Париже и проводит время в обществе такой богемной интеллигенции. И образ жизни у них соответствующий. В 2018 году он находит роман «Лабиринт нелюдей» и пытается выяснить какие-то подробности про автора этого текста, а именно про некого Тэше Элемана, про которого ничего не известно, потому что после выхода романа произошел некий скандал, и все сведения об авторе были утеряны. Роман Элемана вышел в 1938 году и главным героем для того, чтобы разобраться во всех хитросплетениях и что-то выяснить про этого человека, придется совершить такую одиссею, нам обещают, объедет всю Францию, побывает на родине в Сенегале, доберется до Аргентины, чтобы найти какие-то следы вот этой самой истории. Говорят, что здесь очень много про писательство и про любовь к литературе, и меня это очень сильно подкупает, поэтому возлагаю большие надежды. Почему я добавила эту книгу в трудное прошлое? Потому что, если мы говорим про историю 20 века, после 1938 года, то очевидным образом это Холокост, это последствия колониализма, если мы говорим про Африку. Так что, скорее всего, трудные страницы прошлого здесь тоже каким-то образом возникнут. Опять же, Аргентина, сразу думаешь про тех сторонников нацистского режима, которые бежали из Германии, осели в Аргентине и совершенно спокойно там жили, поэтому, возможно, Аргентина тоже появляется не случайно, и трудного прошлого здесь будет гораздо больше, чем может показаться по аннотации. Возвращаясь к разговору о нацистах, теперь про две небольшие нон-фикшн-книги. Первая — это «Школа варваров воспитания при нацистах Эрики Манн», которая вышла в издательстве «Яромир Хладик Пресс». Эрика Манн — это старшая дочь Томаса Манна, того самого писателя. В 1930-е годы ей было чуть больше 25 лет, и она могла воочию наблюдать то, как именно национал-социалисты работали с молодежью, как именно они идеологически обрабатывали детей и молодых людей для того, чтобы сделать из них сторонников режима и построить светло-арийское будущее. В 1938 году, уже уехав из Германии, она пишет вот эту вот книгу, описывая, как была устроена система образования в 30-е годы в Германии. Кому принадлежит молодежь, тому принадлежит будущее. Это девиз, которым руководствуются очень многие диктаторы, стремясь укрепить свою позицию, сохранить свою власть, добиться, чтобы эта власть сохранялась при их наследниках. И это позиция, которая ограничивает свободу, ограничивает возможность критического мышления. И это то, что с моей стороны встречает, конечно же, только глубокое порицание. Соответственно, те способы идеологической обработки молодых людей, которые используют диктаторы, Эрик Имам в этой книжке описаны. И мне кажется, что нужно знать, как работают эти механизмы для того, чтобы эффективно с ними бороться. Далее еще одна книга от издательства от Маргинем. Это сборник очерков Ханны Арендт «Люди в темные времена». Это сборник таких биографических очерков, хотя жанровая принадлежность тут как бы тоже может ставиться под сомнение. Потому что Ханна Арендт здесь во многом пишет про философов и писателей. Соответственно, помимо биографии еще немножко литературной критики. И еще более высокий уровень это такая вот философия, это наблюдение за людьми, которые сталкивались с темными временами, то есть с различными страшными событиями. И как они реагировали на них, как они продолжали жить или не продолжали жить. В общем, это такой философский уровень, осмысляющий то, как человеческая психика, сталкиваясь с чем-то страшным и ужасным, пытается с этим справиться. Здесь Ханна Арендт пишет про разных авторов. Для меня, наверное, самым интересным будет очерк про Лесинга. Но здесь также Роза Люксембург, Анжела Джузеппе Ренкалли, Карл Ясперс, причем даже два очерка про Ясперса. С Ясперсом Ханна Арендт была очень дружна. Она сначала у него училась, потом они дружили. И есть даже огромный корпус переписки писем, которые они писали друг другу у меня, по-моему, как раз это издание тоже где-то на полочках есть. Про Исака Динсена, Германа Броха, Вальтера Бенниамина, Бертольда Брехта, Вальдемара Гуриана, Ренделла Джерова. А, наверное, Брехт мне тоже еще будет особенно интересен наряду с Лесингом. Но Арендт вообще такой писатель, которого ты читаешь, и у тебя ощущение, что ты никак не можешь утолить свою жажду, тебе все не хватает, тебе хочется больше. Поэтому я уверена, что чтение будет очень-очень интеллектуально и не только насыщенно. И последняя тематическая подборка это «Условная современность». Здесь я расскажу про несколько художественных книг, которые максимально близки к нашей современности. Первое, про что мне хочется сказать, это «Любимое уравнение профессора Йоко Агавы». В видео, посвященном итогам моего читательского полугодия, я рассказывала, что полиция памяти на меня произвела неизгладимое впечатление, очень понравилось, и я сразу решила, что буду читать и второй роман Йоко Агавы, а именно «Любимое уравнение профессора». Я знаю, что эти книги очень разные, но совершенно понятно, что в обоих очень важна тема памяти. Просто в полиции памяти Йоко Агава работает с этой темой скорее через призму такой типа антиутопии, хотя, опять же, тут с жанром очень сложно, я надеюсь, про это поговорить в прочитанном. Здесь у нас скорее такая повседневная, если не драма, то просто повседневный роман такой. Соответственно, в обоих книгах Йоко Агава исследует тему памяти с точки зрения того, как именно память нас определяет, формирует нашу идентичность и как мы теряем эту самую идентичность, теряем самих себя, если у нас забрать память. Или не теряем. Дело в том, что главный герой, профессор, после аварии получил нарушение памяти. Он помнит только 80 минут. Точнее, давайте так, все, что было до аварии, он помнит, а все, что было после аварии, у него задерживается в памяти только на 80 минут. За исключением чисел и всех математических штучек, потому что он, собственно, профессор математики. Соответственно, у профессора есть домработница, с которой ему приходится каждое утро знакомиться, потому что он все забывает. А у домработницы есть сын, которые начинают учиться у профессора каким-то штучкам, связанным с математикой. Соответственно, все проблемы с памятью не являются помехой для дружбы, которая складывается между этими людьми. И я видела, что есть фильм, кстати, по этому роману. И вот, насколько я знаю, японский кинематограф, я могу прям буквально по сценам воспроизвести, как фильм сделан. То есть, это такая немножко грустная, светлая история, которая дарит ощущение, ну вот, опять же, светлой грусти, но какой-то благодарности миру за то, что он вот таков, несмотря на всю его сложность и трагичность. В общем, с удовольствием буду читать в самое ближайшее время. И надеюсь, что расскажу вам уже про свои впечатления от обоих романов Йока Агавы. Следующая книга это «Песнь о Сиде» Рагима Джафарова. У Рагима Джафарова я уже читала Марка Эзру и его «Последние дни». И если Марк Эзра это такой магический реализм с сильным заходом фэнтези, то его «Последние дни» это скорее, ну вот, просто такой стандартный реалистический роман. Хотя там тоже есть некоторые игры читателям, которые заставляют нас задуматься вообще о том, что Джафаров скорее работает в жанре магического реализма, чем просто в реалистической прозе. «Песнь о Сиде». Что это такое? Значит, здесь у нас есть мексиканский такой преступник, которого зовут Сид, который совершает какие-то необычные преступления по всему миру. И вроде как он ищет какие-то магические артефакты. Соответственно, это заставляет нас задуматься, что роман скорее ближе к Марку Эзре. Я прочитала в какой-то из рецензий, что этот роман как раз связан с Марком и Эзрой и связан также с романом «Картин Сархана», которую я еще не читала. Наверное, путают. Таким образом, Джафаров как будто бы создает собственную вселенную, что очень любопытно, мне кажется. Этот роман меня привлек тем, что, собственно, «Песня о Сиде» это непосредственно отсылка к испанскому героическому эпосу «Песня о моем Сиде». И мне очень интересно, будет ли это просто на уровне названия «Сид» испанский, который борется против мавров, и вот «Сид» мексиканский, который тоже борется против какой-то силы, давлеющей над ним, или там, я не знаю, над каким-то сообществом. Или Джафаров будет использовать «Песня о моем Сиде» гораздо более интересным, тонким образом в композиции или в каких-то конкретных сценах. Мне будет очень интересно на это посмотреть. Тем более, что я перечитывала «Песня о моем Сиде» после того, как прочитала романа Львы Аль-Рассана Гая Геврилла Кея, рассказывала про это все в начале года. Потому что Гай Геврилл Кей как раз тоже опирается на «Песня о моем Сиде», поэтому мне будет очень интересно посмотреть, как с этим литературным материалом работает Рагим Джафаров. Очень интересный автор. И мне нравится, что как бы я приобщаюсь к современной русскоязычной прозе, которую я довольно редко читаю. Но я могу это делать через жанровые вещи. Не читать такую вот чернуху реалистическую, как обычно издает редакция Лены Шубиной, но зайти в это вот с такой жанровой или макореалистической стороны. Если вы уже успели прочитать, то очень жду ваших впечатлений в комментариях. Она сказала, что редко читает прозу современных русскоязычных авторов. А потом она показала еще одну книгу от современного русскоязычного автора. Это «Каменный клеон» и Лены Элтонг. Вообще, этого автора мне посоветовал почитать мой начальник, а именно заведующий отделом. И это стало последней каплей, потому что я вроде как видела, что есть такой автор. И я знаю, что Маша Покусаева очень любит Лену Элтонг, но все это не создавало какого-то критического объема рекомендаций, чтобы я все-таки решила, что надо прочитать. А когда Сергей Александрович мне посоветовал, то я решила, что оно надо. Из всех романов, описаний которых я прочитала, пожалуй, «Каменный клен» мне кажутся наиболее близкими. Главная героиня держит гостиницу Уэльси, и за ней вводится какая-то такая репутация. Ведьма, она собирает травы, и что-то вот такое фольклорное во всем этом чувствуется. У нее есть русские корни по материнской линии, ее зовут Саша Сонли, а жители деревни почему-то считают, что она убила свою собственную сестру. Вот, в общем, здесь какое-то ведьмовство, какой-то британский фольклор, что-то такое, и я решила, что идеальное чтение на осень. Внешне история обещает быть детективной, то есть есть какая-то загадка, которую следует разгадать, но по факту это будет что-то скорее близкое к философской и психологической прозе. Я уверена, что многие из вас читали Лену Элтонг, может быть, нет от романа какие-то другие, и я буду очень рада узнать ваши впечатления, чтобы лучше сориентироваться, в каком направлении мне двигаться при изучении творчества автора. В какой-то момент летом в мое инфополе попали исключительные Мек Вуллицер. То ли это была какая-то подборка дарк-академичных романов. У нас что-то с дарк-академией было связано, а я такая, дарк-академия, это та трава, на которой я хочу сидеть, поэтому мне нужно. Я выяснила, что вроде как исключительные выходили в двух редакциях. Первая редакция, это вот в обложке, которая с буквами, там то ли был неполный перевод, то ли были какие-то ошибки в файле, которые издательство получило. В общем, что-то было не так. И новое издание, оно, соответственно, исправленное. И, надеюсь, я купила правильно издание, что именно вот это является исправленным. В любом случае, я купила напрямую издательство на стенде на ММК Я, поэтому я думаю, что они уже полностью убрали с продажи старое и продают сейчас только новое, уже полностью отредактированное. Мне очень нравится английское название романа The Interestings, интересные люди, исключительные, мне кажется, довольно удачный перевод. Здесь переводствование начинается в 1974 году. Группа подростков знакомится в лагере искусств. Вот. И мы будем следить за тем, как будет трансформироваться их дружба на протяжении их жизни, как, собственно, их жизни будут складываться. Это, опять же, такое закрытое своего рода сообщество, надеюсь, без убийств, как часто бывает в даракадемичных романах. Но мне вот хочется погрузиться вот в эту Америку времен 70-х, 80-х. У меня почему-то, знаете, последние пару недель постоянно в голове образы из сериала «Девочки Гилмор». И я отчасти смотрю на исключительных, как на возможность погрузиться вот примерно туда, в какую-то похожую очень атмосферу, такой старой, но не очень старой Америки, потому что сериал, конечно, попал в моё сердечко несколько лет назад, когда я его смотрела. И часто хочется испытать нечто подобное при чтении книг или просмотре кино. Может быть, зря я проходила мимо этого романа, но посмотрим, какие у меня будут впечатления по итогу от прочтения. И мы добрались до конца моего огромного списка. Я покажу книгу Марии Степановой «Фокус». Наверняка вы знаете Марию Степанову как автора очень известного нашумевшего романа «Память и памяти». Опять же, с жанровой принадлежностью может быть сложно, но назовём его романом. «Фокус» — это либо маленький роман, либо повесть. И здесь рассказывается про писательницу, которая едет на поезде, поезд ломается, или происходит как? А, происходит забастовка на железной дороге, и она не может продолжить своё путешествие и вынуждена остановиться в маленьком городке. Нарушение вот этого предполагаемого маршрута заставляет главную героиню что-то новое понять про саму себя, и вместе с нарушенным маршрутом немножко нарушается направление движения её жизни, насколько нам обещает аннотация. То есть, что-то новое она либо обнаруживает в самой себе, либо происходит что-то новое. Это такой момент остановки, когда героиня переосмысливает то, что происходит с её жизнью. Для меня эта книга интересна не столько содержательна, скажу честно, сколько тем, что это одна из первых книг, которая вышла в горизонтальном кооперативном издательском проекте. Проект называется «24», и о его старте летом объявил издатель нового издательства. Новое издательство это московское издательство, которое прекрасные книжки издаёт, но после 2022 года они были на паузе, потому что было сложно понять вообще, зачем всё это делается. Так вот, в чём смысл кооперативности. В проект входит не только новое издательство, но также издательство, либо издательство при книжных магазинах, которые находятся в других городах. Я здесь буду подсматривать, значит, помимо нового издательства «Берлинский Бабель Букс Берлин», «Тель-Авивский Бабель Книги Тель-Авив», «Ереванский Common Ground Books Спиритс» и «Стокгольмский Интербок». Идея в том, что каждая книга выходит одновременно в этих издательствах. Уже вышел фокус, уже вышел поэтический сборник Михаила Айзенберга, и готовится к выходу сборник стихотворения Льва Рубинштейна, либо уже вышел, может быть, я пропустила. Таким образом, проект 24 — это проект одновременно там издата и тут издата. И мне кажется, здесь очень важно, что протягивается ниточка между интеллектуалами здесь, в России, интеллектуалами, которые уехали по определенным разным причинам. Таким образом, создается площадка для диалога, когда мы можем свериться друг с другом, понять, что мы говорим на одном языке, и мне кажется, что это невероятно важно. Другой вопрос, что отчасти книги, которые выходят в России, они подвергаются цензуре, то есть они в России не могут выйти в полном объеме, как это возможно в Берлине или Стокгольме. Вот, соответственно, фокус также имеет за цензурированные строки, содержание которых не соответствует действующему законодательству, и это реальность, в которой мы находимся. Поэтому книга для меня важна именно как памятник той реальности, в которой мы сейчас находимся. Вот. Всё. Я рассказала про все книжки, про которые хотела рассказать. Надеюсь, что вы почерпнули для себя что-то интересное. Для меня, наверное, это самое важное, чтобы не я одна чахла над всеми этими сокровищами, но могла поделиться ими с миром. Очевидно, что я читаю гораздо медленнее, чем книжки хорошие, классные выходят у разных издательств. Поэтому приходится делать покупки как обзор новинок, по большому счёту. То есть, это обзор классных, интересных книжек, которые вышли не так давно. Вот. Всё. На сегодня всё. Я жду любые ваши соображения, любые ваши впечатления о любой из книг, которые я сегодня показывала в комментариях. Мне очень хочется понять, вообще правильно я выбор сделала, насколько мои ожидания по поводу отдельных книжек соответствуют действительности. Буду очень рада с вами пообщаться. Спасибо, что были сегодня со мной. С вами была читающая Катарина. До скорейших встреч. Балет Амике.